В Каратайке построят новый пришкольный интернат на 80 мест. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки в Рио губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в населенный пункт. В делегацию вошли руководители профильных департаментов, парламентарии, а также представители прокуратуры, МЧС и полиции. Подробности в следующем материале. В преддверии Дня медицинского работника разрешите вручить вам знак, почетное звание заслуженный врач Российской Федерации. Это поистине заслуженная награда для Галины Рочевой. Уроженка поселка Каратайка уже 28 лет спасает жизни людей. Из них 22 года в родном поселке. Женщина окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт в 90-м году. Шесть лет проработала в детской поликлинике Северной столицы, а после вернулась на родину. Врач стояла у истоков телемедицины в Ненецком округе. Нужно срочно иногда принимать какие-то решения, вызывать Санрис или Санринмара чаще всего. Или, допустим, у нас была ситуация, когда мы для ребенка Санрис вызывали с Моркуты, не было погодных условий. Ну, в общем-то, надо быть здесь специалистом на все, что называются руки. Надо, как бы, понимать во многих специальностях медицинских. То есть, поэтому мы считаемся врачами общей практики. Сегодня Галина Родчева заведует Каратайской амбулаторией. В медучреждении строгий порядок. Есть телемедицинское оборудование, с помощью которого врач может проводить консультации с окружным центром. Один недостаток – плохой интернет. Впрочем, Юрий Бездудный заверил, проблема будет решена. В рамках рабочей поездки в Каратайку временно исполняющий обязанности главы региона посетил все социальные объекты поселка. Магазин потребительского общества, дом культуры, школу и детский сад. У нас неделя, в общем, как бы, выходят с 24-го все на работу. И готовимся. 24-го августа выходят, готовят. И готовимся полностью к приему детей с 1 сентября. И 1 сентября все дети приходят прекрасно. Вы какие-то ремонтные работы делаете? Косметика. У нас снаружи здание покрасили, какие-то внутренние работы были. Особое внимание уделили пришкольному интернату. Здание в плачевном состоянии. Оно продувается ветрами со всех сторон, да и попросту морально устарело. Самая болевая точка – это необходимость строительства интерната. Условия, в которых сегодня дети живут, совершенно невыносимые. Принято решение о том, чтобы войти в федеральную инвестиционную адресную программу и в следующем году начать строительство интерната. Мы посмотрели место, на котором будет он располагаться. Кроме этого, есть острая необходимость строительства ФАПа в поселке Варнак. И этот ФАП уже строится. Поэтому в этом году в поселке Варнак появится новый ФАП. Отдельный вопрос – это котельная. С этим Дмитрий Валентинович уже неоднократно обращался. Есть острая необходимость строительства котельной. По информации окружной администрации, 9 июня заключен контракт на проектирование новой котельной. Планируется, что уже в 2021 году начнется ее строительство.